Подвздошные артерии имеют паутинную структуру, состоящую из кровеносных сосудов, которые обвиваются вокруг похожей на полотно мембраны, надкосницы, которая покрывает кости. А надкосница содержит все эти замечательные кровеносные сосуды, которые проникают в кость. И на то есть веская причина, потому что именно здесь находится ваш костный мозг, а именно в вашем костном мозге вырабатывается кровь. И у вас должен быть способ доставить эти новые клетки крови из костного мозга в кровообращение. Именно поэтому существует такой риск проникновения кровеносных сосудов в полость костного мозга. Ваш костный мозг вырабатывает вашу кровь. Он быстро вырабатывает ее в большом количестве. Ваш костный мозг, в то время как вы сейчас сидите здесь, выбрасывает в кровоток 2 миллиона красных кровяных телец каждые 2 секунды. Да, я предполагаю, что когда я тоже это читаю, 2 миллиона клеток в секунду поступают в периферическое кровообращение через ваш костный мозг. И в то же время время от времени ваша селезенка и печень извлекают около 2 миллионов старых поврежденных эритроцитов каждые 2 секунды. Это просто потрясающее достижение, которое ваши кости спокойно выполняют для нас 24 часа в сутки. Но мы здесь не для того, чтобы говорить о костном мозге, хотя вам действительно следует позаботиться об этом. Костный мозг подвергается токсическому воздействию практически всего, чем мы дышим и что едим. Попадание углеводородов в костный мозг может серьезно повредить его. И если вы работаете с розовой краской, с кипидаром или полиуретаном, делайте это на улице или, по крайней мере, откройте окно, включите вентилятор. Вам опасно вдыхать эти углеводороды, потому что они повредят ваш костный мозг. Когда вы заправляете свой бензобак на автозаправочной станции, не стойте лицом к форсунке, вдыхая все эти пары. Поднимите лицо вверх и вдыхайте поступающий относительно свежий воздух, чтобы вам не пришлось вдыхать пары бензина, которые могут повредить вашему костному мозгу. Кроме того, тяжелые металлы влияют на костную ткань. Они направляются прямиком к костному мозгу. Таким образом, у людей, подвергшихся воздействию тяжелых металлов, можно обнаружить кадмий, мышьяк, ртуть и свинец, что, конечно же, влияет на их кровь. Свинец также попадает в костный мозг животных. И одно из самых популярных блюд в мире здорового питания – это костный бульон, костный бульон. Эти бедные животные, если они пили воду, содержащую тяжелые металлы, такие как кадмий, они концентрируются в костном мозге и затем попадают в костный бульон. Теперь, если вы проведете поиск по костному бульону и воздействию свинца, вы увидите результаты исследований, которые, надеюсь, заставят вас задуматься. Это единственная практика, которая может считаться костным бульоном. Но мы здесь не для того, чтобы говорить о вашем костном мозге. Позаботьтесь о нем как следует. Это единственный костный мозг, который у нас есть. Но что нас действительно интересует, так это структурный аспект костей. Кости живые, и именно на этом я действительно хочу сосредоточиться. Речь идет не только об их структуре, но и о том, как они продолжают обновляться. Потому что в небольших промежутках между ростками и опорами в костной структуре находятся миллиарды и миллиарды клеток, которые работают 24 часа в сутки, чтобы сохранить ваши кости здоровыми. Они создают новую кость и разрушают старую. У них есть два названия – остеобласты. Они создают новую кость. Ура, остеобласты! Они действительно важны. Но вот здесь у нас есть эти большие глаза остеокласта. Суффикс «класта» переводится как «разрушение». Класс «айкон» разрушает идолов и разрушает их. Это остеокласты. Остео означает «кость», так что это разрушает кость. Зачем вам понадобились клетки, которые разрушают кость, когда мы пытаемся их восстановить? Причина, по которой вам нужен остеокласт, заключается в том, что жизнь – это контактный транспорт. Каждый раз, когда вы ударяетесь локтем о край двери, в костной структуре появляются маленькие микротрещины, потому что эти трещины похожи на те, что были у вас на теле. На лобовом стекле вашей машины появились трещины, и если вы не позаботитесь о них и не почините как можно раньше, они будут расширяться. И эти трещины в вашей кости, эти маленькие микротрещины, будут расширяться, когда весь костный матрикс разрушится, и вы знаете, к чему это может привести. Так что, как только у вас появляется одна из этих маленьких микротрещин, тело становится таким потрясающим, отскок такой потрясающий, немедленно в месте перелома начинает выделяться белок, который характерен для этих парней из остеокласса. Они приходят со своими мощными ферментами и ведут себя как бригада по сносу зданий на строительной площадке, они устанавливают строительные леса и вешают брезент. А затем их называют специалистами по сносу зданий, и они разрушают старую конструкцию. Именно это и делают остеокласты. Они обладают мощными ферментами, разрушающими кости, и они растворяют старую треснувшую кость, а затем удаляют ее. И тогда они вызывают остеоанализ. Остеобласты встречаются редко. Нам нужно, чтобы вы построили новую кость. И вот появляются остеобласты, которые формируют новую кость. Этот процесс, когда остеокласт растворяется в старой треснувшей кости, а остеобласт формирует новую кость, называется ремоделированием. И ремоделирование кости происходит в нашем организме постоянно. Это, конечно же, всего лишь мультяшная анимация этих замечательных клеток. Вот как они на самом деле выглядят под микроскопом. Ткань окрашена в розовый цвет. А вот этот здоровяк, это клетка остеокласта. Он только что ферментативно переварил всю эту старую треснувшую кость здесь. Он уже собирается уходить. А вот и остеобласт. Он стал меньшего размера, так что они придут и будут утилизировать старую кость. И это просто прекрасный процесс самообновления, который наш организм совершает за нас. Что заставляет остеобласты формировать новую кость? Существует очень мощная первобытная сила, которая пробуждает ваши остеобласты и говорит нам, нам нужна новая кость здесь. И эта физическая сила является одной из самых первичных во всей Вселенной, и это гравитация. Сам акт перемещения груза против силы тяжести создает гравитационную силу. Каждый шаг, который вы делаете с небольшим весом на плече, создает небольшую нагрузку. Гравитационная энергия проходит по вашему позвоночнику, по бедрам, по канальцам и в кости ваших стоп. И каждый раз, когда это притяжение физической энергии ослабевает, костный матрикс немного деформируется, высвобождается электрическая энергия. И эти сигналы сообщают остеобласту, нам нужны более крепкие кости. Это очень похоже на ваши мышцы. Если вы используете мышцы каждый день, что с ними происходит? Они гипертрофируются, становятся сильнее. Потребовалось прекратить использовать свои мышцы, вы стали более сидячими и ленивыми, мышцы атрофировались, они превращались в гуакамоле. Именно так мы привыкли жить своей жизнью. Раньше мы проводили весь день, собирая хворост, раскачивая тюки сена, работая в саду, используя тяжелые инструменты и поднимая ведра с водой. Рыть землю, таскать дрова. Если эти люди будут продолжать эту практику всю свою жизнь, они никогда не заболеют остеопорозом. Эти кости останутся крепкими, если они будут использовать их каждый день. И это химическое, физическое послание передается этим костям каждый день. Человек провел дополнительные измерения костной массы, и мы используем эти кости. Остеопороз не был проблемой до последних 100 лет. Но мы будем говорить о различных аспектах физиологии костей, но в этом по сути и заключается суть проблемы. Когда вы используете кости, они становятся прочнее. Впервые этот закон был сформулирован немецким физиологом Джевисом Вольфом еще в конце 1800-х годов, который постулировал этот закон после наблюдения за линиями в костях различных животных и людей. И Вольф придумал очень четкую пословицу. Кости и здоровый человек, животное приспособится к нагрузкам, которым они подвергаются. Чем больше мы используем кости, тем крепче они становятся. И он имел в виду это в точном научном смысле, когда сказал, что кость адаптируется к нагрузкам, которым она подвергается. Вот как она выглядит под микроскопом. Здесь действует закон Вольфа. Если вы попросите инженера-конструктора, пожалуйста, нарисовать силовые линии, которые проходят по вашему женскому транспортному средству, когда вы стоите на нем. Он скажет, хорошо, ну что же, в принципе есть два пути, по которым ваш автомобиль движется. Гравитационная сила может распространяться вниз по внешней стороне внутреннего и внешнего вот здесь. Вот здесь сила притяжения выравнивается. Посмотрите сюда. Это закон Вольфа в действии. Костные клетки выстраиваются в соответствии с наибольшей нагрузкой, оказываемой на них. Эти люди никогда не заболеют остеопорозом, пока они остаются физически активными. Используйте свои кости против силы тяжести. Плавание в бассейне этого не сделает. Но использование ваших костей против силы тяжести стимулирует остеолы, и именно это делает кости более крепкими. Такова была наша повседневная жизнь, и сто лет назад остеопороз не был проблемой. Но за прошедшие сто лет кое-что произошло. Мы изменили наш образ жизни и стали вести малоподвижный образ жизни. Добро пожаловать в 21 век, сказали мы. Вы встаете утром, подходите к столу для завтрака и говорите, пора идти на работу. Вы садитесь в свою машину, отправляясь на работу, вы садитесь за компьютер, так что наступает время обеда, когда вы идете в ресторан и садитесь. А затем возвращаетесь на дневную рабочую сессию и садитесь. Пришло время возвращаться домой, вы садитесь в автобус или в свою машину, вы заходите в свою гостиную, включаете телевизор и садитесь. Вы садитесь за обеденный стол, возвращаетесь, отвечаете на электронную почту, смотрите новости и впадаете в депрессию, когда сидите. Мы стали вести сидячий образ жизни. И за это приходится платить ужасную цену. Закон волка никогда не дремлет. Используйте его или потеряете. Без постоянной нагрузки с отягощениями остеокласт продолжал разрушать старую кость быстрее, чем остеобласты, закладывающие новую кость. Позвольте этому осознаться. Без постоянной нагрузки с отягощениями остеобласты продолжают удалять старую кость, быстрее, чем строится новая, и в результате костная субстанция исчезает. Так в чем же причины остеопороза? Вы не пытаетесь получать достаточное количество молока? Нет. Вы не принимаете таблетки с кальцием? И в настоящее время остеопороз – это в основном атрофия костей, вызванная неиспользованием. Наши кости разрушаются, потому что мы ими не пользуемся. Это избавляет нас от всей этой бессмыслицы и всего остального. Скоро мы перейдем к фосомаксу и всему остальному, а также к таблеткам кальция и молочным продуктам. Болезнь заключается не в этом. На самом деле кости не используются, мы их не используем, и наши кости растворяются прямо перед нашими рентгеновскими трубками и сканерами. Именно так должна выглядеть ваша кость под микроскопом. Здесь много хорошего плотного костного материала. Но вы перестали использовать кости, и остеобласты перестали получать сигналы, чтобы создавать новую кость. В то время как остеокласт продолжает разрушать старую кость. И довольно скоро вы увидите, что кости выглядят как вот это. Под микроскопом кажется, что в кости открылись поры, отсюда и название остеопороз. Это пористые кости. Некоторые люди будут более склонны к этому заболеванию, чем другие. Безусловно, женщины рождаются и проходят всю свою жизнь с меньшей костной массой, таким образом они уже находятся на той части кривой, которая подвергает их более высокому риску низкого уровня костной ткани. Это потому, что изначально было просто меньше костного вещества. Очевидно, что женщины белой расы подвержены более высокому риску, чем афроамериканки, и возможно мы можем объяснить генетическую разницу почему. Когда женщина проходит через менопаузу и уровень ее эстрогена падает, очевидно, что эстрогены оказывают благотворное влияние на метаболизм костей. Эстрогены стимулируют некоторый рост остеобластов. Они подавляют рост остеокластов. Так что это хорошо. Именно поэтому у молодых женщин обычно нет особых проблем с плотностью костной ткани. Но вам не стоит начинать принимать эстрогены, чтобы укрепить свои кости, потому что количество эстрогенов, которые вы должны употреблять, увеличивает риск образования рака молочной железы. Да, эстроген, безусловно, играет определенную роль в том, когда у женщины наступает менопауза. Вы видите, что фактор, который поддерживал ее кости более крепкими, чем сейчас, находится в задней части, а не здесь. Семейная история остеопороза. Да, есть какой-то генетический компонент, но как и во всех этих других заболеваниях. Будь то хронические заболевания артерии, диабет или гипертония, история гласит, что ваше реальное развитие зависит от того, как вы относитесь к своему телу. Я хотел бы обратить ваше внимание на людей, которые действительно подвержены риску развития остеопороза, особенно на женщин-веганок. Потому что у них очаровательное миниатюрное тело. Это чудесно. У них не будет повышенного кровяного давления, у них не разовьется диабет. Это замечательная вещь. Но это не так благоприятно сказывается на их костях из-за закона Вольфа. Если речь идет о сопротивлении остеопорозу, давайте предположим, что это средний показатель, что бы это ни было. Но миниатюрные женщины, находящиеся на этой стороне из-за закона Вольфа, и если вы живете в 21 веке и проводите часы за компьютером и в машине, а затем сидите, 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 то это действительно рецепт снижения плотности костной ткани. И мы поговорим об этом. Но если вы легкая миниатюрная веганка, все же вы безусловно подвержены более высокому риску потери плотности костной ткани. Если вы решите бегать. А вот, к примеру, бегуны. Они ведь бегают, и у них не должно быть проблем с позвоночником. Так ли это? Большая часть нисходящей гравитационной силы поглощается пружиной и связками стопы и лодыжки, когда она бежит. Таким образом, они просто слегка танцуют над поверхностью Земли, и их кости не испытывают большого гравитационного напряжения. И в результате у людей, которые часто бегают, часто низкая плотность костной ткани. И опять же, это всего лишь проявление закона Вольфа. Она будет реагировать на стресс, которому подвергается. Эти женщины не подвергают кость сильному стрессу, и в результате они теряют костную массу. Ну что же, тогда вот одно из мест, где ожирение может быть полезным, не так ли? Эти тучные люди, просто двигая своим телом, будут подвергать свои кости огромному стрессу, не так ли? Оказывается, что у этих людей также не очень высокая плотность костной ткани, потому что они такие тяжелые, что не двигаются. Они сидят весь день. А жировая ткань метаболически неблагоприятна для костей, и с годами сидя в этих креслах, они также теряют плотность костной ткани. Поэтому мы просто хотим обратить внимание на экстремальные изменения веса, которые напрямую влияют на то, насколько здоровыми будут кости. Но поскольку большинство присутствующих здесь людей заинтересованы в полностью растительном питании, мы просто хотим предупредить людей, придерживающихся женских убеждений, что если они очень легкие, то они могут быть здоровыми. У вас может быть высокий риск развития остеопороза. Итак, основная причина заключается не в недостатке молочных продуктов, не в недостатке кальция, а в том, что ваши кости не могут двигаться против силы тяжести. Каждый из этих людей, сидящих здесь, теряет контроль над собой. Завтра утром каждый из этих людей проснется с меньшей плотностью костной ткани, чем утром до этого. И вот тут-то наш костный кальций уходит в унитаз, буквально выводится почками из-за такого образа жизни. Так вот, это и есть первая первопричина. Вторая причина – недостаток необходимых питательных веществ. Когда вы спрашиваете людей, в каких питательных веществах нуждается кость. Конечно же, кальций – это то, на что все полагаются. Кальций – кальций в костях, кальций в костях и кальций в костях. И это навсегда запечатлелось в национальном сознании. Люди употребляют кальций, и их кости не становятся крепче. Еще раз добро пожаловать в страну реальности. Ваши кости живые, как и любая другая ткань в вашем теле, и они нуждаются во всех других питательных веществах, в которых нуждаются все остальные ткани. Такие, как ваш мозг, ваши мышцы, ваша кожа, ваши почки. Ваш мозг, безусловно, нуждается в витамине С, при этом вырабатывается большое количество белка. Безусловно, необходим витамин Д, о котором мы еще поговорим. Витамин К необходим для накопления кальция в крови в костях, а не для образования проблем в таких местах, как артерии, о которых мы уже говорили. В шестом эпизоде вам нужен фалат, а не фолиевая кислота, которая должна изменить ситуацию. Минеральные вещества. Да, вам нужен кальций, это правда, и вам также необходим дополнительный источник бора. Это марганец и фосфор. Все это входит в состав ферментов, необходимых остеобластом для формирования новых костей. Вы должны употреблять эти минералы, а также салаты и овощные смеси. Кроме того, в них содержатся питательные микроэлементы. Вы должны потреблять небольшое количество белка. Вам нужно 30-40 граммов белка, если люди, которые отчаянно голодают, теряют костную массу из-за недостатка калорий. Но вам нужны незаменимые жирные кислоты, вам нужны ДГК и ЭПК, поэтому вам нужна горсть грецких орехов, молотые семена льна добавляйте в свои хлопья. Важно, чтобы в них также содержались незаменимые жиры и достаточное количество белка. Ешьте что-нибудь белковое по крайней мере раз в день. Съешьте ложку тушеной чечевицы, бутерброд с хумусом, буррито с фасолью, съешьте что-нибудь содержащее бобовый белок, по крайней мере раз в день, это определенно поможет вашим костям. Вредная пища, что на фото, не питает ваши кости, это одна из причин, из-за которой женщины страдают остеопорозом, потому что они питаются этой пищей. В ней нет магния, марганца, бора и других микроэлементов. В ней нет витамина К2, цинка и других необходимых питательных веществ. Мы становимся страной быстрого питания, и здоровье наших костей является одной из причин этого. Поэтому мы поговорим о здоровом питании, основанном на цельных продуктах растительного происхождения. Совершенно верно. Это второй элемент. Упражнение против силы тяжести. Мы поговорим о том, как вы это делаете. Это номер один. Номер два, это здоровая цельнозерновая растительная диета. Это два столпа, на которых строятся крепкие кости вашего тела. Учитывая вышесказанное, при остеопорозе обычно используется только проникновение костей. Но есть определенные практики, определенные ситуации, которые заставляют костный матрикс растворяться еще быстрее. Теперь ясно, что в рационе слишком много соли. И если вы беспокоитесь о своих костях, это хорошая идея, действительно сократить потребление соли. Сахар превращается в кислоту и похоже вреден для костей, но опять же это тот вид рафинированного сахара, о котором я говорил в своем выступлении о масле. Это кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, торты, конфеты и рафинированный сахар, который проникает через кожу. Ваши кости гликозилируют находящиеся там белки костного матрикса. Они нарушают метаболизм костей. Они мешают вашей остеобластической системе поддерживать здоровый метаболизм костей. Так что вам не стоит употреблять сахар в пищу по многим причинам, не последняя из которых заключается в том, чтобы сохранить ваши кости здоровыми. Холодные напитки кислые, а витаминная кислота – это фосфорная кислота. Прочтите этикетку, вы увидите фосфорную кислоту. И что касается фосфорной кислоты, то именно фосфорная кислота придает Кока-Коле особый оттенок. У тех, кто курит сигареты, остеопороз развивается чаще. Возможно, это связано с тем, что их рацион питания не так хорош. Они также часто употребляют алкоголь, который также вреден для костей. Но в сигаретах также содержится никотин, который вызывает действительно сильное сужение сосудов. И, возможно, зажимать ваши артерии и кости, вероятно, не самая лучшая идея 20 раз в день. Чрезмерный стресс. Я имею в виду, что его обвиняют во всем, но когда вы испытываете стресс, ваши надпочечники реагируют, и единственное, что они делают – это выделяют мощный кортикостероидный гормон, называемый кортизолом. И поддержание уровня кортизола – это нормально, если по комнате разгуливается близубый тигр, и у вас сильная реакция на стресс. Высокий уровень кортизола также препятствует образованию остеобластами новой кости. Стресс приводит к выбросу вашего собственного кортизола, но есть некоторые люди, которые принимают кортикостероиды от астмы, волчанки или других иммунных заболеваний. И пара миллиграммов их может спасти жизнь. Преднизолона, чтобы предотвратить вспышку хромосомы. В этом нет ничего ужасного. Но если вы принимаете более 5 миллиграммов преднизолона ежедневно, это, вероятно, приводит к снижению мышечной массы и плотности костной ткани. И поэтому вам также следует принять участие в программе наращивания костной массы. И поработайте со своим врачом, чтобы найти те стероиды, которые помогут уменьшить симптомы, не вызывая побочных эффектов. То же самое относится и к гормонам щитовидной железы. Чрезмерное количество гормонов щитовидной железы также влияет на ваши кости. Вы находитесь на быстром холостом ходу, когда они начинают разрушать свою собственную матрицу. Так что если вы принимаете гормоны щитовидной железы, если у вас был синдром Хошимото, проконсультируйтесь со своим врачом, чтобы найти низкую дозу препарата, которую вы можете избежать. До того, как у тебя повысится уровень ТГ. Так что за исключением того, что больше не значит лучше, когда речь заходит о щитовидной железе, за это приходится расплачиваться еще одной костью. Хорошо, мы еще вернемся к этим вопросам, но они также играют важную роль в том, почему люди теряют плотность костной ткани. С возрастом они становятся все более малоподвижными. Опять же, по мере снижения массы тела, вы все меньше требуете от своего скелета, и это подготовит вас костиопороз. Недостаточное количество витаминов Д и К может привести к этому. Семейный анамнез, личный опыт, у вас уже были переломы костей. Я расскажу об этом через минуту. У вас рак щитовидной железы и так далее. Они обратились в дом престарелых и попытались найти простые предикторы того, кто останется в живых через год. И оказалось, что единственное действие действительно выявляет тех людей, которые достаточно здоровы, чтобы выжить, и именно здесь вы можете встать со стула на систему. Теперь, если вы сможете это сделать, ваши кости, ваши мышцы станут достаточно сильными, чтобы сохранить ваши кости крепкими. И я говорю о костях, 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 но, конечно, кости двигаются только тогда, когда мышцы тянут их за собой. И именно совокупность костно-мышечных единиц по-настоящему пробуждает костный остеобласт. Так вот, у людей, которые позволяют своим мышцам атрофироваться, это называется саркопенией, которая оказывает такое незначительное давление на кость. Так как же вы узнаете, что у вас есть проблема? Как вы ставите диагноз? Есть пара анализов мочи, если у вас действительно есть серьезные опасения по поводу того, как влияет плотность моей костной ткани. Есть ли у меня процесс остеопороза? Потому что это активное растворение костей. Костная ткань растворяется, и у вас остается меньше настоящей костной ткани. И поскольку то, что представляет собой кость, это белок, называемый остеоидом, в котором отложился кальций, это кальцифицированный остеоидный белок. По мере того, как костный матрикс начинает растворяться, кальций вымывается в кровь и кость, белок начинает разрушаться. Фрагменты старого костного белка называются антилопептидами, и это фрагменты кости. Таким образом, вы можете попросить своего врача назначить 24-х анализ на наличие фрагментов костей, содержащих антилопептид в моче. И если ваша моча наполнена этим веществом, значит ваши кости растворяются. И это довольно точный тест, который, безусловно, вызывает некоторое беспокойство. Если показатели находятся в пределах нормы, это, как видите, довольно позитивный признак. Кроме того, вы хотите узнать, сколько кальция на самом деле выводится из организма за 24 часа. Таким образом, все это делается на одном и том же образце, но просто представьте себе ваши 24 часа. Они проверят его на наличие фрагментов костной ткани, а также на то, сколько кальция уходит из организма. Если эти показатели сильно повышены, вам следует беспокоиться. Мы хотим убедиться, что перед нами не какой-то клинический гипертиреоз, и поэтому обязательно попросите их провести полное обследование щитовидной железы. Кальций – удивительный минерал. Мы уделяем особое внимание добровольцам, но кальций участвует в сотнях различных реакций в вашем организме. Вы не можете напрягать мышцы, не можете сокращать мышечные волокна без кальция. Вы не можете закупорить свою кровь без кальция. Это включает в себя множество химических реакций. И организм имеет очень узкий диапазон того, сколько кальция он может допустить в кровь. Слишком много кальция или слишком мало кальция, ваше сердце остановится, ваша кровь не будет сворачиваться. Существует очень узкий диапазон, как организму удается поддерживать нужное количество кальция. Особенно если вы едите что-то, в чем содержится большое количество кальция. Тело просто потрясающее, и оно использует этот удивительный скелет, в котором содержится около пяти фунтов кальция. Он использует его как сумку для хранения, как положительный показатель содержания кальция в крови. Если уровень кальция в крови начинает снижаться, паращитовидная железа и маленькие кусочки ткани в вашей щитовидной железе выделяют гормон, паратериоидный гормон, который сообщает костям, «Эй, Кости, мы тебе нужно немного кальция, чтобы снизить уровень сахара в крови». Кости говорят, что с ними все в порядке, и они теряют несколько атомов кальция. Именно это и делает паратериоидный гормон. Если у вас опухоль паращитовидной железы, она откачивает большое количество этого вещества, что приводит к потере большого количества кальция из ваших костей. Поэтому вы должны быть уверены, что у вас нет опухоли паращитовидной железы. Именно так часто проявляются опухоли паращитовидной железы. Это остеопороз, и покажите, как понять, что это произошло с вашей паращитовидной железой. Итак, вот те тесты, которые вам нужны. Проверьте свою мочу, проверьте свою кровь и поищите возможные причины потери кальция. Теперь последний тест, который действительно определяет состояние ваших костей, это определение плотности костной ткани, после чего вы ложитесь на стол. И они делают несколько рентгеновских снимков вашей тазовой кости. Твой позвоночник. Они могут использовать вашу лодыжку или запястье и так далее. И они могут определить, сколько кальция в них содержится, потому сколько рентгеновского излучения поглощается. И с помощью этих таблиц они могут определить, здорова ли ваша кость с точки зрения плотности костной ткани, или они теряют плотность костной ткани. А если у вас минерализация костей всего на 0,5% выше, чем у людей вашего возраста, у которых явно есть остеопороз? Вот график, который используют врачи, и люди вкладывают в него много энергии для беспокойства. Особенно здесь, при остеопении. Пения означает пористость, слишком мало чего-либо. Значит, остеопения – это слишком редкое явление, слишком мало костной ткани. Остеопения – это не болезнь. Истончение костей является нормальным явлением для женщин с возрастом. Это не указывает на повышенный риск переломов. Обе эти болезни являются обратимыми естественными средствами. Я небольшой поклонник этих лекарств, но большинство женщин, страдающих остеопенией, никогда не ломают кости. И название этой игры – перелом. До тех пор, пока вы не упадете и ничего не сломаете, кого волнует, какова плотность вашей костной ткани. Все дело в чистоте переломов и защите от них. А теперь вот мои жалобы на плотность костной ткани и почему я не очень часто их заказываю. Они смотрят на то, насколько плотными выглядят кости при сканировании. Все это очень мило. И есть приблизительная корреляция. Когда кости очень плотные, вероятность переломов несколько меньше. Но плотность кости при сканировании не соответствует прочности кости. И если вы принимаете таблетки с фтором или фаснакс, по причинам, о которых я расскажу вам через минуту, они сделают ваши кости более плотными при сканировании. Но структура кости не будет более прочной, и люди будут падать, кости все еще ломаются. Эти кости не являются более крепкими. Именно поэтому я могу жаловаться на эти препараты. Они улучшают внешний вид кожи, но кости не становятся более крепкими, и я объясню вам почему через минуту. И до сих пор я не нашел ни одного исследования, в котором говорилось бы, что по мере улучшения показателей состояния костей, вы действительно смотрите на соответствующие цифры. Если плотность вашей костной ткани значительно ниже, то у вас есть такой-то риск переломов. Но они не нашли этого числа, потому что это действительно зависит от этих индивидуальных случаев, от того, насколько мускулиста женщина. Многое зависит от конкретной женщины и тому подобное. Дело не только в том, чтобы определить плотность кожи и сказать, ага, теперь у вас есть 80-процентная вероятность перелома кости. Все гораздо сложнее. Вы получаете два балла обратно. Ти балл сравнивается с плотностью вашей костной ткани у людей в возрасте 30 лет. Это всегда самый важный показатель для вас. И Зет балл, где ваша плотность костной ткани сравнивается с людьми вашего возраста. Давайте поговорим. Итак, если у вас действительно низкая плотность костной ткани, вы выделяете много антилопептидов и кальция, и у вас могут быть проблемы с щитовидной железой, а могут и не быть. Тогда да, вот как это происходит. Диагноз поставлен. А как вы можете обратить это вспять? Это в высшей степени обратимая болезнь. И поэтому я не хочу вас огорчать. Позвольте мне поделиться с вами самой обнадеживающей идеей этого выступления. Ваши остеобласты все еще находятся в ваших костях. Даже если вы потеряли нескольких доноров, у вас все еще есть миллиарды, миллионы и миллиарды остеобластов, и они просто ждут, когда вы попросите их что-нибудь сделать. Они ждут, когда вы встанете и немного отдохнете, чтобы воспользоваться ими. И вы не можете разыгрывать из себя жертву, потому что как только вы сломаете блок управления или у вас возникнут серьезные медицинские проблемы, нет причин ждать так долго. Увеличьте вес ваших остеобластов и заставьте их заложить новую кость. Точно так же, как физические упражнения улучшают мышечную силу, физические упражнения укрепляют кости, и они становятся крепче. Их очки начали показывать, что они начали использовать свои кости против силы тяжести, они становятся сильнее. И так все, что задействует ваши кости против силы тяжести, где поможет простая ходьба. Но, безусловно, легкий Джон призывает немного походить с рюкзаком за спиной, поработать в саду, наклониться, постоять на улице, использовать эти инструменты и держать эти ведра. Это укрепляет ваши кости. Занимаясь йогой, пока вы находитесь в позе, которая создает определенную нагрузку на ваши кости. Доктор Морган Фишерман, физиотерапевт из Нью-Йорка, который занимается йогой при остеопорозе. Стоит взять его книгу и почитать о тогдашнем докторе Фишмане. У танцоров кости крепче, чем у тех, кто не танцует. Итак, я расскажу немного подробнее специфики физических упражнений, но нет никаких сомнений в том, что ничто не работает, пока вы не начнете терять свои кости. Кроме того, по мере того, как вы больше занимаетесь пешими прогулками, танцами и так далее, ваше равновесие улучшается. Это снизит риск вашего падения, а также уменьшит количество падений и переломов плоти. Таким образом, это предотвращает саркопению и обращает ее вспять. Так что это главный ключ к успеху. Если вы на самом деле не используете силу своих костей, вы должны использовать это сейчас. И я думаю, что то, как вы смотрите на это, как вам нужно смотреть на это, заставляет вас встать и начать использовать скелет и использовать его. Итак, они спросили Рональда Майстера, первого человека, поднявшегося на Эверест за этим кислородом, и он сказал, чтобы вы порекомендовали, что люди делают, чтобы сохранить свою физическую силу. Никогда не упускайте возможности подняться наверх. Он абсолютно прав. И поэтому делайте все возможное, чтобы лестница появилась в вашей жизни. Отнесите пакеты, проделайте долгий путь домой по парковке. Каждый шаг, который вы делаете, удерживая вес, помогает вам. Так что найдите умные способы сделать это, но на дворе 21 век. Есть ли какой-нибудь способ, которым мы можем просто сделать что-то, чтобы обеспечить этот вес? Конечно. Просто зайдите на Amazon и введите Weight Invest или утяжеленный жилет для женщин. И за несколько долларов вы сможете приобрести вот этот жилет весом от 6 до 8 фунтов. Хорошие модели просто поставляются с пустыми карманами и коробкой небольших средних весов на всякий случай. Просто наденьте ее пустой, без какого-либо веса внутри. Наденьте на нее футболку. Никто не знает, что она на вас надета. И если мы будем находиться поблизости от дома, вы просто привыкнете к этому ощущению за пару дней. А потом, когда вы почувствуете прилив сил, самое время по-настоящему укрепить свои кости, а затем сбросить 2 фунта. Мы распакуем его маленькие кармашки, наденем вашу футболку и отправимся на прогулку. И после двух, трех, четырех ночных прогулок вы получите 2 фунта, затем возьмите еще 2 фунта, положите их туда, и теперь у вас будет 4 фунта. И каждую неделю или 10 дней добавляйте по 2 фунта, так что у вас получится до 6-8 фунтов. Вам нужно постепенно увеличивать вес жилета, сначала начните с 1 килограмма, потом 2 килограмма и так далее. Я гарантирую вам, если вы каждый день будете носить вес по 3-4 килограмма в течение 2 часов в день, ваш экзоскелет начнет укрепляться. Просто носите его, сходите на почту, сходите в кино, чтобы пропылесосить, и просто носите эту вещь. Каждый ваш шаг, когда вы пылесосите, укрепляет ваш позвоночник, кости и мышцы. Вот как можно обратить вспять остеопороз. Но все, что касается костей, будет работать, и эти прекрасные эластичные ленты, они работают просто отлично. И вы можете путешествовать с ними, а также со всем, что напрягает кости. Эти грибные тренажеры создают хорошую нагрузку на кости. У меня была пара пациенток, у которых действительно улучшилась плотность костной ткани после нескольких часов занятий на грибных тренажерах. Эти виброплатформы, которые усиливают вибрацию, также укрепляют ваши мышцы. Вам нужно немного изометрически напрячь мышцы или сделать несколько приседаний или выпадов. Но если вы сделаете это на одной из этих платформ, это увеличит скорость. Хорошо, давайте сосредоточимся на ежедневном снижении веса, ешьте эту зелень. В зелени содержится витамин К, и это действительно важно, витамин К1 и К2. Витамин К оказывает очень важное влияние на кальций. Мы такие простодушные. Мы думаем, что кальций – это белые таблетки, наполненные кальцием, как мел в начальной школе. Таким образом, белый кальций проникает в мои белые кости и укрепляет их. Как будто вы думаете, что этот кальций знает, куда ему идти. Это не так. Это уникальный минерал. И когда вы принимаете таблетку кальция, чего, по моему мнению, вам делать не следует, они содержатся в большом количестве. Поэтому я расскажу об анализе позже. Кальций проникает в ваш организм и начинает откладываться в тканях по всему телу, что приводит к кальцификации тканей, которые вы принимаете. Я не хочу, чтобы они обызвествлялись как стенки ваших артерий, как ваши сухожилия. Кальций является важным минералом. Витамин К2 обеспечивает поступление кальция в ваши кости. Именно поэтому вы должны есть много зелени, чтобы получить витамин К1, а микробы в вашем кишечнике превратят в витамин К2. Но самое лучшее, что вы можете сделать, это есть пищу. Вы знаете, мы говорим о десятках минералов, таких как марганец, кобальт, магний, биотин и все эти другие вещества, которые содержатся во фруктах и овощах. Так что эти салаты – настоящее лекарство для ваших костей. Этот овощной суп – настоящее лекарство для ваших костей. Так что придерживайтесь цельной растительной диеты. Кто-то сказал, какое упражнение является лучшим. Вот это упражнение. Лучшее упражнение – это то, которое человек действительно выполнит. Итак, что бы вы ни делали, чтобы уменьшить нагрузку на свои кости, хотите ли вы эту замечательную цельнозерновую растительную диету? И отнеситесь серьезно к этим вещам с повышенным содержанием кальция. Прекратите употреблять чрезмерное количество соли. Старайтесь как можно больше не посещать рестораны. Прекратите употреблять сахар или фрукты. Прекратите чрезмерный стресс. В наши дни говорить об этом не так-то просто. А теперь позвольте мне поговорить о том, что произойдет, если вы обратитесь к своему врачу и скажете, что у вас остеопороз, и вы услышите от доктора. Вы услышите, что вам нужно увеличить потребление молочных продуктов, больше молока или йогурта, вам лучше принимать 1000 мг добавки кальция. Вам лучше регулярно повышать плотность костной ткани, каждые два года, но это все равно не поможет. Так что вам лучше перейти прямо сейчас на фосфатную добавку. Вот что вы сейчас услышите. Позвольте мне просмотреть все четыре из них. Те, кто пьет молоко, умирают быстрее. Две большие шведские когорты с целой кучей людей, которые пьют много молока. У них чаще развивается рак молочной железы, чаще случаются сердечные приступы, которые повреждают их артерии. И это вызывает беспокойство. И мы должны поговорить о проблеме, связанной с потреблением всех этих векторов роста, всех эстрогенов, смертность от болезней и сосудистых заболеваний, и молоко, вероятно, играет в этом определенную роль. Коровье молоко – это пища для роста телят. Вот что это за вещество, и оно наполнено гормонами и жирами, которые способствуют образованию комков и волокон в груди, и на самом деле оно не защищает ваши кости от остеопороза. Так что переосмыслите свои мысли о том, почему вы на самом деле едите этот йогурт и едите сыр. Я бы посоветовал вам посмотреть в зеркало. Если вы посмотрите в зеркало и увидите в отражении вот это, тогда продолжайте наслаждаться молоком, сыром и мороженым. Позвольте мне просто сказать, что это не дефицит кальция. Болезнь заключается не в этом. Так что принимать таблетки с кальцием, думая, что это значительно укрепит ваши кости, это волшебное мышление. Это не так. Эти люди потребляют больше кальция, чем кто-либо другой на планете Земля. Как и люди на Западе, мы потребляем много кальция. Пищевые добавки – это не решение проблемы. Совокупность результатов перспективных исследований показывает, что содержание кальция в рационе незначительно связано с риском переломов. Весь костный матрикс растворяется. Если подумать, что прием этого кальциевого наконечника естественным образом восстановит эту кость, то это не сработает. Единственное, что может восстановить эту здоровую костную ткань, это использовать эту кость и использовать ее как ценный орган. Результаты рандомизированных контрольных исследований не показывают уменьшение частоты переломов. Насколько это возможно, риск повышен. Но это и есть самое страшное. Я упоминал, что кальций участвует не только в здоровье костей, но и в свертывании крови. И когда вы принимаете много кальция из таблеток, у вас возникает гиперкальциемия. У вас в крови много кальция. Часть его поступает в ваши кости, а часть в другие органы. Но некоторые из этих веществ повышают вашу способность к свертыванию крови. Вопрос заключается в том, что если у вас есть какие-то неровные бляшки на внутренней стороне ваших артерий, и вы внезапно сделали свою кровь гиперкоагулянтной, то это может привести к серьезным проблемам после приема кальция. Итак, возникает вопрос, который, возможно, связан с повышенным риском развития сосудистых заболеваний. Так что это не ответ на вопрос, заболевание которого у вас нет. У вас нет дефицита кальция. Так сколько же кальция вам действительно нужно? Больше никому на планете Земля не рекомендуется употреблять 1200 мг кальция. Согласно третьему исследованию Эпиган, вам потребуется от 500 до 600 мг кальция. По всему миру в странах от 4 до 500 мг в день. В Великобритании этот показатель составляет 700. И вы можете легко получить эти 5-6-700 мг из зелени, если вы действительно едите зелень. Содержащаяся в ней кальций усваивается лучше, чем в молоке. На самом деле усваивается только треть кальция. Вы усваиваете гораздо больше из зеленых овощей. Поэтому ешьте много темной листовой зелени. Они являются лекарством для ваших костей, потому что, опять же, они содержат не только кальций, магний, магний и все остальное, что они могут содержать. Соя полезна для ваших костей. В кунжуте содержится много кальция. Брокколи и инжир являются удивительно хорошими источниками кальция, и вы должны откуда-то получать эти 600 мг. Мы будем получать его из этих продуктов. Витамин D, как я уже упоминал, необходим для усвоения кальция из вашего кишечника, из пищи. Вам нужно не менее 30 нанограммов на каждый миллилитр. Он вырабатывается, когда солнечный свет попадает на вашу кожу. Люди говорят, ну я живу во Флориде, я живу в Аризоне, я, должно быть, получаю много витамина D. А вы нет. Большинство людей не выходят на солнце в разгар этих жарких, наводящих ужас дней в пустыне. Люди находятся внутри. Если вы все-таки выйдете на улицу, вас поддержат. Я так рад, что вы надели рукава и намазались солнцезащитным кремом. На кожу попадает очень мало ультрафиолета и витамина D. Так что проверьте свою кожу. Ее уровень значительно ниже 30. Затем примите 2000 ме витамина D. Так что 2000 миллиграммов – это безопасная доза для всех. Я небольшой поклонник статинов по многим причинам. Но они подавляют способность вашего организма вырабатывать витамин К2, и вы не можете принести пользы своим костям. Лучший способ снизить уровень холестерина в крови – это перестать употреблять в пищу чужой холестерин. Сделайте это и посмотрите, что произойдет с вашим собственным холестерином. Если вы относитесь к тем веганам, у которых удивительно высокий уровень холестерина, несмотря на то, что вы придерживаетесь растительной диеты, во-первых, исключите жиры и сахар. Потому что они удерживают ваш уровень холестерина в крови. Еще может быть причина повышенного холестерина у веганов – из-за дефицита селена. Селен есть в бразильских орехах. Орехи нужно употреблять в течение двух недель, а затем два – три раза в неделю. Что часто приводит к снижению этого упрямо высокого уровня холестерина у веганов. Теперь, наконец, давайте поговорим о нашем Фосмакс. Наряду со статинами, это еще один мой неблагоприятный препарат. Вопрос, который никогда не задавали врачам. Скажите мне, каково действие фосфата? Что он на самом деле делает? Если он улучшает плотность моей костной ткани на коже, то как же это происходит на самом деле? И вы, должно быть, думаете, что существует какой-то сверхкосмический механизм, который волшебным образом извлекает кальций из таблеток, а вы принимаете его и кладете внутрь. Это работает совсем не так. Я был довольно шокирован, когда прочитал о фактическом фармакологическом действии альгината в этих различных ингибиторах кальция. Речь идет о средствах, замедляющих развитие остеопороза. Вот что они делают. Что делают фосфаты? Они убивают ваши остеокласты. Что именно? Да. Остеокласты разрушают все кости. Фосмакс оглушает их и удерживает от этого. И он вызывает так называемый апоптос, который приводит к гибели клеток. Они считают, что если остеобласты создают новую кость, а остеокласты разрушают старую кость, давайте просто исключим остеокласт из уравнения. И это даст остеобласту преимущество в кости. Это большое преимущество, потому что ничто не разрушает старую кость. И люди радуются, о, результаты сканирования плотности костной ткани выглядят лучше. И это действительно выглядит лучше на снимке, потому что кислота разрушила больше костного материала. Но это именно костный материал. Проблема в том, что старая треснувшая кость все еще там. Остеокласт так и не пришел, чтобы демонтировать старую треснувшую кость. Это все равно, что находиться в старом ветхом доме, где прогнили бревна, и вы снимаете штукатурку и наносите новый слой штукатурки на стену с прогнившими бревнами внутри. О, это выглядит лучше, но внутри все еще гниет. Если вы когда-нибудь прислонитесь к стене, она рассыплется, несмотря на то, что на ней слой штукатурки. Вот в чем проблема. Это не обычная кость. Это кость, которую только что положили поверх старой треснувшей кости. Это нездоровая кость. И если женщина сильно упадет, эта кость может рассыпаться. Несмотря на то, что на коже она выглядит великолепно. Это часть путешествия. Это не укрепляет ее кости. И есть некоторые побочные эффекты, потому что, если вы сломаете кость в челюсти, она не заживет. И у вас возникнет неприятная ситуация с остеонекрозом, которая является настоящим бедствием. Все челюстно-лицевые хирурги. Если эти таблетки застрянут у них в пищеводе, они могут спровоцировать рак пищевода и аритмию. Это не сахарные таблетки. И все, что они делают, это оглушают ваших остеопатов и убивают большинство из них. Если вы страдаете остеопорозом, и я сказал, что у вас слабые кости, или что же я просто уничтожу ваши остеокласты, давайте посмотрим, улучшит ли это состояние ваших костей. Он сказал бы, о чем вы говорите. И осознайте, что именно на это вы подписываетесь, когда принимаете одно из этих лекарств. Они не укрепляют ваши кости. Они подавляют рост остеокластов и уничтожают их. Они не обращают остеопороз вспять. То, что вы видите, не является более прочной костью. Это более плотная кость, но плотность кости не равна прочности кости, и на самом деле кости не очень прочные, и они могут иметь серьезные побочные эффекты, такие как рак и аритмии. Прежде чем вы начнете регистрироваться на прием препарата Леонад, подумайте о том, чтобы приобрести утяжеленный жилет, начать ходить и заняться другими вещами. Итак, вот окончательный рецепт. Используйте свои кости против силы тяжести, поднимайтесь по лестнице и занимайтесь всеми теми вещами, о которых я упоминал. У вас есть пандус, который представляет собой несколько взмахов руками, эспандер для прогулок на солнце, приготовьте немного старого витамина D, прекратите прием кальция. Возьмите еще немного, убедитесь, что у вас его достаточно. Кальций с большим количеством злаков, а также витамины К и Д и диета, основанная на цельных фруктах и растениях. Независимо от вашего возраста, остеобласты все еще находятся в ваших костях. Вы ждете, когда они пробудятся по вашему зову. Давайте жить как-нибудь, питать их и побуждать к созданию нового материала, и они это сделают. Продолжение следует...